Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале ГРТФ. В студии работает Татьяна Ставилова. Вначале коротко о главных темах. Случаи незаконной вырубки древесины участились по сравнению с прошлым годом на 30-40% по сообщению экологического агентства ГАГАУЗИ. В региональной картинной галерее Камрата открылась весенняя выставка. В преддверии Пасхи социально уязвимые категории жителей получат продуктовые пакеты от местных органов власти муниципия Камрат. Баштанга ГАУЗИ Ирина Влахни будет участвовать в акции в поддержку евроинтеграции, которая пройдет 21 мая на площади Великого национального собрания в Кишиневе. Об этом она написала на своей странице в Facebook. Ирина Влахс заявила, что выступает за евроинтеграцию Молдовы, однако, по ее словам, акция, запланированная на 21 мая, не имеет ничего общего с европейской повесткой дня. Напомним, президент Майя Санду обратилась к нации вечером 10 апреля и заявила о созыве 21 мая Великого национального собрания в поддержку евроинтеграции страны. Политические партии по-разному отреагировали на прозвучавший призыв президента. Социалисты рассматривают это мероприятие как политический пиар-трюк правящей партии. Политик Илан Шорс заявил, что его команда примет участие в мероприятии, но для продвижения нейтралитета Республики Молдова. В связи с энергетическим кризисом в стране и подорожанием энергоносителей, случаи незаконной вырубки древесины участились по сравнению с прошлым годом на 30-40% по сообщению экологического агентства ГАГАУЗИ. На этой неделе сотрудники правоохранительных органов задержали при въезде в Камрад черных лесорубов, которые перевозили незаконно срубленные деревья. На данный момент проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Подробнее в сюжете нашего корреспондента Зинаида Канцер. При въезде в Камрад сотрудники дорожного инспектората остановили микроавтобус, в котором житель ГАГАУЗИ без необходимых документов вез срубленные дрова. Транспортное средство полиция отправила на штрафтаянку. Сотрудники правоохранительных органов лесного хозяйства и экологического агентства выясняют обстоятельства произошедшего. Им предстоит определить, где были срублены деревья, какой породы и оценить сумму ущерба, отметил участковый села Кирсово Степан Татар. За последние несколько дней, уже несколько случаев незаконной рубки не успеваем. Нет возможности находиться совместно с лесниками. Да, делаем совместные рейды, но эти уже умедряются. Есть две бригады в селе Кирсово, которые в дневное время идут и занимаются незаконной рубкой, и после привозят куда-то в отстой, грузят вот такие машины. Вот очередной случай был позавчера задержан. Специалисты практически еженедельно выявляют по одному случаю незаконной вырубки деревьев. Благодаря их четким оперативным действиям они задержали данный автомобиль. И, к сожалению, этот автомобиль, он третья единица одного владельца, которых я в интересах следствия не могу называть. Еще два автомобиля находятся тоже закрыты полицией до окончания следствия и привлечения к ответственности. Алексей Куликов надеется, что органы прокуратуры, в том числе полиция, возьмут данный случай на контроль. Он отметил, что для восстановления уничтоженного участка леса пройдет не менее 20 лет. Директор лесного хозяйства призвал людей быть более ответственными к природе, не пасти скот в лесных массивах и не вырубать лес. Обидно то, что государство проводит, находит гранты, находит в это нелегкое время, пытается восстановить. И проекты работают по стране. И вы сами знаете, какая тяжелая ситуация у нас на юге. А вот такими безответственными действиями, эти, как вы их назвали, черные лесорубы, все вот это перечеркивают и уничтожают. То есть люди живут одноразово, а что дальше будет и как, их не интересует. Потому что это то же самое, в свое время потрачены были государством деньги. Это воровство, которое должно быть пресечено. Какова сумма ущерба именно по этому случаю, пока неизвестно. Как отметили сотрудники правоохранительных органов, после выяснения всех обстоятельств произошедшего, виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. И согласно статье 122-й части 1-й кодекса о правонарушениях Республики Молдова, это влечет наложение штрафа на физических лиц от 2,5 тысяч до 5 тысяч леев и на юридических от 10 до 20 тысяч леев. Отдельно будет взыскан ущерб за незаконную рубку после его подсчета. Динаида Канцер, Вячеслав КСА, ГРТ Новости. В 2023 году Министерство образования и исследований приобретет 539 путевок для детей и подростков, которые входят в категорию социально уязвимых семей. Подробнее в сюжете. Финансирование летних лагерей для детей и подростков будет осуществляться из государственного бюджета и сумм, уплаченных родителями, а также за счет средств, выделенных предприятиями, организациями и ассоциациями. На финансирование этих мероприятий в государственном бюджете выделено более 113 миллионов леев, из которых на Министерство образования приходится около 1 миллиона 200 тысяч леев, Национальной кассе социального страхования – 9 миллионов и местным бюджетом за счет трансфертов – 102 миллиона леев. В этом году планируется подготовить и открыть около 100 лагерей. В Минобразовании сообщили, что цена путевки будет устанавливаться местными властями населенного пункта. «Правительство покроет полную стоимость около 25% от общего количества билетов, а остальные билеты будут продаваться за скидкой в 80%. Министерство образования закупит 539 билетов для учащихся школ в восточных районах Республики Молдова, города Бендеры, подведомственных министерствах». «Бесплатный отдых в лагерях предназначен для детей из социально уязвимых семей, детей с особыми нуждами и семей беженцев, учеников, показавших высокие результаты в учебе». Мария Статова, Мария Казаку, Новости ГРТ. В региональной картиной галерее Камрата открылась весенняя выставка. На ней представлены работы 13 художников Гагаузии, которые работают в различных жанрах – натюрморт, пейзаж. Мария Статова продолжит. До конца месяца у посетителей региональной картины галереи будет возможность насладиться искусством гагаузских художников. На выставке представлены работы, выполненные различными материалами. «Наша цель – привлечь наших граждан, наших жителей автономии в такое нетрудное время, хотя бы приобщить к искусству, потому что искусство, я думаю, это такая область, область, где человек находит, может, душевное успокоение. И мы постарались разного типа работы делать. Много работ тут маслом, есть и в технике акварели, есть и пастель, есть и карандашные такие графические рисунки». Всего выставка собрала 52 картины. Пять из них принадлежат мастеру из объединения художников Гагаузии Фёдору Дулога. «Ну, в принципе, это творческая работа, называется она «Ностальгия». Ностальгия по, может быть, прошлой какой-то жизни своей. Ну вот я, например, родился, вырос в Сибири, да, и я часто ностальгирую. Может быть, вот эти какие-то чувства, мысли меня наталкивают на такую тему. Это, вообще-то, у меня уже третья работа на тему «Ностальгия». «Я представляю две новые работы. Одна из них находится за моей спиной, называется она «Печальный страж старого города». То есть название всегда должно наталкивать зрителя на определенные эмоции, на возможность поразмышлять, подумать над тем, что хотел сказать художник. Поэтому я решила назвать именно вот «Необычно», так, чтобы дать возможность зрителю пофантазировать, либо свой сюжет увидеть». Глядя на картины, зритель заряжается энергией. Впечатление, конечно, очень позитивное, и оно дает энергию. Вот смотря на все вот эти работы, вот, ну, прямо ухожу окрыленная отсюда, потому что наши художники могут так передать. Видимо, это от всей души, они пишут душою. Вот поэтому их энергия передается нам. Мне лично понравилось, если сказать, какая самая моя любимая была. Их три, вот эта, вот та снежная, очень красивая, и вот эта, там где-то цветочные поля. Лично я бы в своем доме их повесил где-то, хорошенько. Вот эту снежную я повесил над кроватью. Посетить весеннюю выставку картин можно будет до 10 мая. Мария Статова, Григорий Ставилов, Артем Топал, Новости ГРТ. Пограничная полиция совместно с таможенной службой примет на пасхальные праздники комплекс дополнительных мер, направленных на оптимизацию потока пассажиров, транспортных средств и грузов. Таким образом, учреждения пополнят штат сотрудников, задействованных в пограничном контроле. Они будут обеспечены специальной техникой для проверки. Будут максимально использованы возможности инфраструктуры пунктов пропуска. В зависимости от необходимости движение будет перенаправляться на свободные полосы с противоположного направления движения, передает Молдпресс. В то же время будет обеспечена совместимость баз данных и взаимный обмен информацией о потоке пассажиров и транспортных средств, включая непрерывную связь с коллегами из соседних стран, а также с другими органами, выполняющими обязанности на границе. Таможенная служба и пограничная полиция рекомендуют гражданам терпеливо относиться к процедурам при пересечении границы, а также не перегружать самые востребованные КПП. К празднику Пасхи местные власти в муниципе Комрад предоставляют продуктовые пакеты социально уязвимым категориям граждан. Социально уязвимые жители Комрада к Пасхе получат продуктовые пакеты от местной примарии. Как сказала главный специалист примарии по социальным вопросам Ольга Потутина, такие продуктовые наборы ежегодно попадают на пасхальный стол к нуждающимся камрачанам. Это инвалидам первой группы, детям инвалидам до 18, онкобольные, туберкулезно больные, с психическими расстройствами, многодетные семьи 4 и более, инвалиды первой группы, 80 лет и старше. В наборы входят продукты первой необходимости, говорит Ольга Потутина. В пакет входит пасха, сгущенка, тушенка, гречка, ячневая крупа, кукурузная крупа, лапша. Выдача продуктовых наборов социально уязвимым жителям Комрада началась с сегодняшнего дня. Тем, кто не сможет сам прийти и получить данную помощь, социальные работники привезут их на дом. Жители Комрада, получившие продуктовые пакеты, отмечают, что такая помощь для них ощутима. Любая помощь необходима. Мы очень рады, что примария уделила нашей семье и семьям, у которых есть люди с ограниченными возможностями и больные люди. И мы очень рады, что помогают. Я проживаю сейчас одна, у меня муж умер. Когда дочка приезжает в гости, немножко ее гостя, ну мне хватает, надолго хватает. Эти пакеты нужны необходимым людям. Хоть какая-то помощь будет, потому что на сегодняшний день, учитывая рост цен на продукты, у пенсионеров пенсии мизерные, можно сказать, некоторые себе не могут позволить много чего приобрести из продукта. Продуктовые пакеты нуждающиеся жители Комрада получают несколько раз в год. У православных верующих началась тростная седмица, которая предшествует Пасхе. В эти дни предписывается строгий пост. Церковь вспоминает последние дни земной жизни Иисуса Христа. Каждый день Страстной недели называется Великим и связан с библейским событием. В четверг верующие должны причаститься. Великая Пятница – самый скорбный день. Он посвящен воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Спасителя. Великая Суббота отожисляется со снятием Иисуса Христа с креста и его погребением. В Иерусалиме в храме Воскресения Христова сходит благодатный огонь. Завершится Страстная неделя в полночь Великой Субботы с наступлением Воскресения Христова. О значимости Страстной недели рассказал протоиерей Федор Камрадской церкви имени святого Ильи. И вот эти три дня, скажем, до Великого Пятницы, до Великого Пятка, все вот эти земные страдания Господь все претерпел. И избиения, и допросы, и оплевания, вот все Господь терпел. В пятницу иудеи, эти безбожники, Христа распяли на крест. И воскресный день Господь уже воскрес, поэтому у нас осталось название этого дня «Воскресение». От слова «воскресный», то есть «оживиться», а «воскресный» для жизни вечной. И вот Страстной пяток на этой неделе церковь нам читает евангельские учения для того, чтобы мы осознавали, кто наш Отец и Творец, за что Его предали, и как мы должны вести себя относительно Господа Бога. Какой пример мы для этого должны брать себе. И читая Евангелие, мы должны его не просто как знание иметь в виду, а поменять образ жизни, поменять поступки. И вот этот дух евангельский передавать через воспитание, через свои поступки своему юному поколению, молодежи своей. И вот эти страстные мучения, которые Господь претерпел, они нам всегда напоминаются каждый воскресный день. Потому что каждое воскресенье – это и есть маленькая Пасха. Благодатный огонь прибудет в нашу страну в субботу, 15 апреля в 20 часов. Его раздадут священнослужителям и верующим у Кафедрального собора Рождества Христова. В этом году в Иерусалим поехал епископ Сорокский, митрополит-викарий Иоанн. Благодатный огонь доставляют в Молдову уже 21 год подряд, сообщили в Молдавской митрополии. На протяжении веков благодатный огонь считается чудом православия. Он символизирует свет воскресения Христова и дарует надежду. Схождение священного огня происходит в часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеры Гроба Господня. Он появляется сам с собой во время чтения молитвы. Огонь будет передан в епархиальные центры, которые распределят его по каждому приходу, чтобы все верующие могли получить к нему доступ. В это воскресенье православные верующие отметят Пасху. В этом году пасхальные каникулы в Молдове начнутся 15 апреля. Отдыхать молдавские школьники будут 10 дней. Кроме того, выходные ожидают союз сотрудников бюджетной сферы. Так, в апреле бюджетники будут отдыхать 17 апреля, во второй день – Пасхи и 24 апреля – поминальный день. В завершении выпуска о погоде. В Гагаузе ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 15 градусов тепла, ночью – плюс 7. Смотрите и читайте нас на сайте ГРТ МД, на ютуб-канале и в фейсбуке. Всего вам самого доброго! Оставайтесь с каналом ГРТ. Редактор субтитров А.Семкин